Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем нашу недельную главу Биа Латха и у нас Песох. Песох мы празднуем 14 Несана. Мы обязаны принести огня жертву Песох, Хагигу дополнительную жертву и все что положено. В Гайпенхаз расписаны все жертвы, каждый день Песоха мы приносим два быка молодых, один баран, семь ягнят годовалых и без порока с ними хлебные приношения смешанные с маслом мука и возлияние вина идет на жертве с каждым животным. Ну и кроме этого приносим козла в грехосидительную жертву. И написано так, что человек который совершает Песох он должен быть обрезан. Действительно перед тем как совершить Песох в Египте все люди обрезались. Когда мы пришли в пустыню, получили Тору на горе Синай и жили мы у горы Синай в Хореве, то у нас был Песох. Это был единственный Песох в пустыне. Через год после исхода из Египта мы его праздновали как положено, с жертвами совсем. Но после этого мы все время ждали команды подниматься, уходить и не делали обрезание по той причине, что в дороге это опасно для ребенка. Поэтому не делали это обрезание и Всевышний молчал, ничего нам не говорил. Уже после того, как мы пришли в страну, тогда уже Егошева сын Нуна, преемник Маше и Елизар Коэн, они обрезали весь народ кремниями ножами. Они обрезали всех, кто был не обрезан. Но так как мы соблюдали вот это дело, беспокоились о здоровье наших детей, то нам Всевышний ничего не сказал. Мы действительно не знали тот момент, когда Всевышний скажет идти. Потом написано, что были люди, которые тоже хотели исправить Песох в пустыне. Но написано, что человек, который не чист или в дальней дороге, не по своей причине, он наказался в такой ситуации, кого-то похоронил, допустим, или находился где-то в плавании, не успел вовремя приплыть в Песоху домой, или в пустыню он не мог перейти быстро. В общем, разные там ситуации жизни есть, или война была, то этот человек не обязан праздновать Песох. Но люди пришли к Маше и говорят, ну вот мы не чисты. А мы хотим праздновать Песох. Мы хотим принести огня от жертву. Что нам делать? Маше тоже он спрашивает у Всевышнего. Всевышний говорит, что это правильно, что люди желают, это праведные люди, и нужно им отпраздновать Песох на месяц позже, 14-го ияра. То есть, все, что касалось Песоха, они выполнили уже раньше, 7 дней они не ели хамец, где бы они ни находились, 7 дней они соблюдали заповеди другие Песоха, допустим, могли сделать цедр с мацой, допустим, но без мяса, понятно, без мяса Песоха. Теперь только осталось, что принести жертву Песоха, вот они пусть 14-го ияра жертву принесут. И хамец из дома убирать не надо. И можно сидеть за столом, где будет и хамец рядом им отца. И работать в этот день не запрещено. В общем, они только обязаны принести эти жертвы 14-го Ниссана. Но воспользоваться ситуацией и сказать, что я сейчас занят, и перенесу свой Песох на 14-го ияра, ни в коем случае нельзя. Это только те люди могут себе позволить, которые не по своей причине оказываются в ситуации, что принести жертву Песоха невозможно. Эта жертва приносится только в храме, только в Иерусалиме. Вот такой вот закон. Левиты, они выполняли обрезание всегда. Даже в Египте выполняли всегда. Даже мы были рабами, они там заповедь выполняли. В пустыне мы жили, левиты тоже выполняли заповедь. Невзирая, что это дорога, невзирая ни на что. Они считали, что Всевышний по-любому нас спасет. Это было священное колено. Все, они выполняли, невзирая ни на что заповедь. Другие люди не выполняли. Что касается наших праведников, мы смотрим Аше. Он идет от своего тестя Итро в Египет, по повелению Всевышнего. Взял с собой Цепору, взял с собой двух сыновей, Гершона и Леезера. И уже наступил восьмой день. Он тоже подумал, что раз я в дороге, что я буду рисковать жизнью ребенка. Я говорю, пыль какая-то или что-то, ребенок может, не дай бог, из-за этого пострадать. И он уже решил стелиться на ночь, но не тут-то было. Всевышний напал на Маше, пишется, что хотел убить Маше. Так и пишется. И написано, что взяла Цепора острый нож и обрезала крайнюю плоть сына своего. И дотронулась до ног Маше и сказала. И Маше, все, и Всевышний отпустил Маше. И сказала, тебе нужна кровь, кровообрезание. Жених крови ты мне, она говорит. В общем, Всевышний-то отпустил Маше. То есть для такого праведника, как Маше, никакие отговорки, никакие причины быть не могут. То есть, то, что прощается людям обычным, таким людям, как Маше, это не прощается. Потому что они должны полностью впать на Всевышнего. Вот так. То, что у нас страдают праведники часто. За грехи наши, конечно, страдают праведники. Если мы себя плохо ведем, то наши праведники страдают. И Маше так и говорит, что из-за вас на меня разгневался Бог. И сказал, ты тоже не войдешь в страну. И умрешь ты на этой стороне Ордана. То есть, мы довели Маше, что он какое-то действие сделал. Или сказал, слушайте, строптивый, не из этой скалы извлечь нам для вас воду. Или что-то он еще сказал. В общем, что-то произошло, что нам не полностью понятно. Но он пострадал за наши грехи. Потому что такой праведник, с него спроса больше, чем со всех. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид. Берт Абат Асраэль. Клара Бат Сергей. Памяти Павел Бен Ефим. Якоб Бен Хум. Владимир Бен Григорий. За здоровье Светлана Бат Клара. Шолом Йона Бен Цара. Шимон Бен Эсхах. Инна Бат Мира. Борис Бен Мария. Мойша Бен Маня. Анна Бат Ривка. Игорь Бен Кира. Полина Берба Цоя Сура. Лена Бат Клара. Давид Бен Стелла. Женя Бат Ида. Рахель Бат Лилия. Анна Бат Елена. Стелла Бат Тейла. Ефим Бен Эстер. Инна Бат Дора. Двойра Бат Мириам. Станислав Бен Рахель. Моисей Бен Ева. Ирина Бат Двойра. Йосиф Бен Раиса. Инесса Бат Мэль. Евгений Бен Берта. Евгений Бат Ита. Фира Бат Анна. Геннадий Бен Елена. Елена Бат Инесса. Ольга Бат Светлана. Йосиф Дан Бен Сара. Таня Бат Фрида. Ида Бат Рива. Вадим Бен Татьяна. Юлия Бат Белла. Яков Йосиф Бен Рахель. Шимон Бен Мира. Фейга Бат Берта. Ася Бат Года. Марк Бен Нина. Ира Бат Вера. Леон Бен Клара. Рафаэль Бен Клара. Ханна Цепора Бат Сара. Ида Бен Хая Авива. Ефим Бен Соня. Майя Бат Фаина. Алексей Бен Ольга. Гая Бат Сарин. Рая Анна Бат Александра. Марина Бат Рая. Борис Вен Марина. Алексей Бен Наталья. Всего хорошего. Олегу Марченко. Всем браха парноса. Мазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору. Учили. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть скоро закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом.